здравствуйте друзья ну судя по всему трансляция на ютюбе не идет что-то произошло с этим я не вижу что происходит здесь полагаю так что с ютюбом проблемы возможный аккаунт не могу не найти ни одного аккаунта на ютюбе значит получается только facebook у нас сейчас работает соединяясь только с фейсбуком ну наверное проделки затмения или еще кого-то что-то происходит не знаю в чем проблема давайте мы почему программа которая в принципе вчера еще не было не запланирована эта программа связана со вчерашней программой которая была достаточно может быть она необычная в плане того что там было два момента на которые наши читатели зрители точнее слушатели обратили внимание вот на котором мне хотелось бы остановиться в этих комментариях но много было отзывов много было отвлеков много было комментариев и один вопрос который освещался был по поводу вакцинации я зачитаю комментарии которые мне сейчас сказали не на ритвинская майкл вы здравомыслящий человек благодарю ни на за такую здравую оценку здравомыслящего человека меня уверенно до вас находит независимое сведение о том как ведется статистика заболевания с какими тестами проводится тестирование а также что из себя представляет вакцина убийца убийца слова какие во время затмения и вы занимаетесь этой гнусной пропагандой говорит не на ритвинская ну и дальше она объясняет почему я занимаюсь гнусной пропагандой дня встретила знакомых который сказал что от ковида умер ее родственник потом давала что до этого у него случился инсульт потом началась температура поставили диагноз воспаление легких такое имеет отношение к вакцинации а так это разве означает человек умер ковида то грязь идет о вакцине или о том кто кому ставит какой диагноз мой отец умер 20 лет назад но тогда по моему ковида еще не было да судя по всему был инсульт но очень никому не пришло в голову ну и вот весь расклад заключает у нас не на ритвинская уважаем они на ритвинская я хотел бы сказать бы вам к сожалению youtube не работает поэтому ничего не могу сказать поэтому я не знаю что произошло с ютюбом не хотелось бы чтобы закрыли потом весь наш аккаунт поскольку там целый университет и сейчас непонятно что будет происходить так вот уважаемая нина насчет гнусной пропаганды вы знаете я хорошо понимаю что такое пропаганда дело в том что много лет я прожил в советском союзе где были две газеты всего ну правда и известие на котором говорили здесь их нет правда правда нет известия ну как анекдот то есть и я помню как клеймили позором и говорили что все беды от запада вот от запада все беды говорили вот я живу почти 30 лет на западе на том самом от которого все беды пропаганда не заканчивается причем она идет в одной и две стороны это насчет пропаганда поэтому я очень неплохо представляю что такое пропаганда но уважаемая нина я не занимаюсь никакой пропаганды более того гнусный я без того чтобы скажем так возмущаться я бы позаботился на вашем месте вот с точки зрения психологии потому что не надо быть особо психологом чтобы понять что жизнь у вас очень тяжелая уважаемая нина что вы постоянно живете в какой-то борьбе и прежде всего в борьбе сама с собой потому что информация здесь была такого рода и возможно теоретически youtube нас заблокировать теперь из-за вот таких вот вещей потому что шла речь вот о чем когда с нами все хорошо так мы разумеется можем все что угодно говорить и все что угодно писать но скажите тем людям которые сейчас лежат при смерти о том что вакцина убивает человека вот своему скажите идет инвалид допустим да вот на коляске едет инвалид у него там нету руки у кого-то нет ноги вот двух рук двух ног понимаете и вы придите ему и скажите ты изучай слово божие и ты тогда поймешь как ты себя вел плохо к примеру ну что он вам ответить что он ответит который если может при смерти не надо брать вакцину и как ну что вы говорите вот ерунду какую-то вот расскажите на чем основывается ваша вот это вот ответы вот ваши комментарии речь идет об информации которая подается здесь в центре сам деть очень и очень эффективно то что за этим если же очень и очень строго и ни в коей мере я не спускаюсь в те низменные вибрации в которой спускается очень и очень много людей на очень многих каналов которые берут и вместо того чтобы говорить о том что он у нас хорошо так они говорят как у нас все плохо и постоянно идет борьба постоянно идет какие-то конфликтные ситуации с тем что он люди читают и читают они что то что на просторах интернета но на просторах интернета ничего не происходит поверьте на просторах интернета пишут всякую белиберду знаете где Все происходит в священных источниках, в божественных источниках, таких как Библия, таких как Коран, таких как Тора, таких как Веды, допустим. Но это слово Божье, понимаете? Вы там ищите ответы? Тем более, уважаемые, будьте поосторожнее с выражениями. Насколько это очень, мягко говоря, некорректно, поэтому на первый раз я, так сказать, оставляю вот это слово «гнусная пропаганда». Так нету ни одного, ни другого, как правды нет. Известий, так здесь нет правды. Нету ни гнусной, нету ни пропаганды. А есть просто информация. И не более того. А выводы, позвольте, вы уже делайте сами. Но только если вы будете делать выводы вот именно в таких выражениях, которые вы сейчас изволили написать, ну, вас будут удалять. Дай Бог, что мы всё же будем с Ютубом ещё общаться. Потому что всякое бывает. Об этом я давно предупреждал. Очень давно предупреждал. Но, к сожалению, одному человеку очень трудно сделать. А все хотят, так сказать, слушать, получать, их ловить в ладоши, если всё хорошо, и наоборот, гнобить, если всё плохо. Вот как в данном варианте. Ну, это ещё ладно. А вот второй гораздо более интересный, с моей точки зрения, момент. Я не имею сейчас под руками, поскольку я не могу даже прочитать, я не могу зайти в Ютуб ни с каким вариантом. Геннадий Лобанов. Вообще-то человек выбирает сам, что ему нужно. Геннадий Лобанов, откуда вы взялись? Простите. А, с Фейсбука. Ну, я думал, что Ютуб включился. Оказывается, нет. Пускай он выбирает, а кто ж спорит? Я же не по поводу выбора. Вы что-то отвечаете не туда, о чём идёт речь. Я ещё раз повторяю. Человек болен, ему очень и очень плохо. И в это время, и его никто не может вылечить, и в это время говорят, у тебя есть выбор, вакцина. Он что, откажется, вы считаете? Или как? Вот о чём идёт речь. А то, что он выбирает писать гадости, конечно, он может выбрать написать гадости. И вы, если захотите, уважаемый Геннадий, можете написать всё, что хотите. Вот то, что вы сейчас пишете с Фейсбука. Мне бы хотелось получить хотя бы от Фейсбука что-то похожее. Но сейчас дело не в этом. Я сейчас перейду к гораздо более серьёзному рассмотрению вопроса, который был по поводу того, какое тело получают люди. У вас тоже Ютуба нет. Да, что-то происходит с Ютубом. Ещё раз. Это очень и очень, простите, плохо. Но это лишний раз говорит о том, что должен быть бэкап. Бэкап – это какое-то дополнительное средство общения. А мы всё зациклились на этом сам, и всё в одну, так сказать, яйца в одну корзину. К сожалению. Ну, я надеюсь, вам понятно, о чём я говорю. Или причём с Ютуба нет, и вакцины нет. Ну, давайте мы забудем. Давайте перейдём к гораздо более серьёзному. Какое тело получает человек? Вот здесь тоже у него есть свобода выбора. Какое тело получить? Об этом шла речь, о комментарии. Насколько я успел прочитать, мне сказали. Комментарий был такой. То есть не все комментарии я читаю, я их не очень много читаю, времени нет на это. Но вот комментарий был следующий. Вот бедное несчастное животное, которого вы где-то там встретили, да? И неужели у вас, Майкл, ничего не дрогнет? О чём шла речь изначально? Я хотел бы, может быть, повторить это. Если откроется Ютуб, то можно будет эту программу взять с Ютуба, я так полагаю. Так или иначе она записана там, раз вы её слушаете. Я надеюсь. Так вот, оказывается, чего абсолютно маленькому, меньшинству, очень и очень, меньшинству людей известно. Почему? Ну, никому охота быть собачкой, да? И вести собачью жизнь, или свинящую жизнь. Никому, понятно. Человеку. И он себя очень и очень любит, человек. А поскольку он не знает, что он натворил, допустим, в прошлой жизни. Ну, не знает, человек. Поэтому он не понимает о том, что у него он может получить тело собачки, кошечки, курочки, рыбки по выбору. Ну, и вот дело в том, что это всё описывается в литературе. Более того, я могу привести даже доказательства. Я не буду сам рассказывать, да? Я его, я зачитаю. Я зачитаю. Вот единственное, что я зачитаю. Ну, я очень люблю где-то зачитывать. Ну, давайте я зачитаю. Библия. Написано где. Библия, бытие, там, и так далее. И сказал Бог, да произведёт вода присмыкающихся, душу живую. И птицы, да полетят над землёю по тверде небесной. И создал Господь Бог человека из праха земного. И дунул в лицо его дыхание в жизни. И стал человек душою живой. Я сейчас поясню по поводу души. И Бог говорит Ною. Я вспомню завет мой, который между Мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. То есть, сам Бог говорит, прямо говорит, что душа живая есть во всякой плоти. То есть, когда шла эта беседа, был с правой стороны, был комментарий. И в этих комментариях кто-то написал о том, что... Ну, короче, всё наоборот. О том, что душа – это тело типа такое. То есть, я не помню, как это были точные слова. Ну, короче говоря, всё наоборот. А вот Бог говорит о том, что душа живая есть. То есть, внутри нас, в нашей плоти живой есть душа. То есть, что главнее тогда? На первом месте стоит душа. Значит, душа может получить тело. Вопрос другой – как это происходит и почему тогда всё же человек получает тело по своему желанию? Он, правда, не ведая, что творит, получает то, что получает. Так вот, некоторые думают, ну, не некоторые, а подавляюще большинство людей думают, что однажды, получив человеческое тело, душа больше никогда не воплотится в низших формах жизни. То есть, никогда мы не можем, мы только будем получать тела, 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 тела человеческие. Оказывается, не так. Оказывается, есть очень-очень много подтверждений. Ну, кому охота читать вот это? Это же противоречит. Это будет тогда говорить о чём? Оказывается, мы можем превратиться, и это как-то очень больно. Думать о том, что мы, оказывается, можем стать собачками. Но есть такое понятие – гуны материальной природы. Гуны – это свойство материи. То есть, человек или душа, которая получает тело, оно обуславливается внутри этого тела. Оно забывает о своём божественном предназначении. И оно находится под влиянием действий вот этих гун или свойств материи, свойств материальной нашей природы. И человек, который, да, получает тело, если ведёт себя неправедным образом, и в предыдущей программе было довольно подробно сказано, что существует 8 миллионов 400 тысяч форм живого творения. Но из них только 400 тысяч у нас тела человеческие. 400. Из 8 миллионов 400 тысяч форм различных. Как ни странно, 400 тысяч – это довольно много. А у нас только одно – мужчина, женщина. Ну, ребёнок, который рождается, это понятно. Так вот. Человек, который, да, получает тело, ну, вот, скажем, животное, ему приходится, то есть, он может как эволюционировать идти вверх, так и деградировать идти вниз. И когда он получает тело, скажем, животного, ему приходится опять подниматься по вот такой эволюционной лестнице и до тех пор, который, когда он получит в очередной раз, получит, значит, тело человека. Вот. И сказано так в этих священных писаниях, сказано так, гарантий никто нам не даст, что мы именно получим это тело. Будем вести себя определённым образом, будем мы в определённом образом получать своё, как говорится. Так вот. Речь идёт о том, что если мы сравниваем, допустим, тело наше, вообще человека, human, да, если мы сравниваем, допустим, с animal, с животными, то у нас существует такое понятие, и почему бы мы вообще реинкарнируемся или инкарнируемся в какое-то другое тело. Материальная природа создана оттуда, свыше, да? Материальный наш мир создан таким образом, чтобы мы получали наслаждение. Вот эта цель, значит, создателя. То есть нам дают возможность получать наслаждение, находясь в теле живом. Это может быть тело человека, это может быть тело животное. И вот когда мы получаем такую возможность, то нам, человеку, даётся, не только человеку живому, даётся органы чувств. Пока до сих пор мы ничем не отличаемся от наших меньших братьев, за исключением одного момента. То есть какие это потребности? Четыре базовые потребности, существующие у любого живого существа, они никак не отличаются от человека, от животного. Вот эти, они называются четыре базовые потребности. Это еда, это сон, это секс, и это оборона. Ну, и самооборона, допустим, да? Вот. То есть, вот эти четыре базовые потребности, они направляют жизнь, управляют жизнь в животном мире. И у человека те же потребности есть. Но у человека есть одна важная и самая главная потребность, отличающая нас от животного, это есть потребность самосознания. То есть, у животных тоже есть ум. есть, правильно? Но от разума нет. То есть, животное оперирует всеми своими функциями и на всё реагирует только по поводу инстинктов. А вот самовыражаться животное не может, не дано такого права. и вот если человек не занимается своим самопознанием, самообразованием, то тогда человек находится на уровне вот этого самого животного мира. Ну, и для получения как бы следующего тела, так, в зависимости от состояния сознания, он его получает в момент ухода, в момент смерти. Поэтому во вчерашней передаче уже неоднократно, не первый раз, я говорил о том, что вот если мы думаем в момент ухода о высших материях, скажем, о Всевышнем, о Боге, ну, тогда мы, как правило, не попадем. Даже если мы грешили и очень и очень много, то мы не попадем в этот низший мир. А если мы думаем, как нам жалко, на кого останется наша бедная кошечка, допустим, да, человек одинок, допустим, вот его скрашивает его жизнь, домашнее животное, верно, там, кошки, собаки и так далее. Ну, тогда он может вполне вероятно получить в следующей жизни вот это тело. Если человек очень и очень любит, восхищается, как птицы летают, вот, крылышки, он себя чувствует птицей, и вот он все время летать он хочет, понимаете. Да, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Вот охота ему летать. В следующей жизни он будет летать. Вот. Не на Яроплане, а крылышки, бяк-бяк-бяк, прыг-прыг-прыг, и вот будет воровушка, к примеру. Если человек любит плавать, понимаете, ныряет ему, вот, 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 водный этот мир, да, с аквалангом, без аквалангов, там, на этих самых, там, на глайдерах, там, на лыжах, на водных лыжах, я лечу, и так далее. Ну, рыбкой, рыбкой будет, да, золотой может быть, рыбкой, ну, рыбкой. Вот такова, такова вещь, да. Но вот всё зависит от того, насколько сильное наслаждение он испытывает от той формы жизни, которой он восхищается. Восхищается, да. К примеру, к примеру, в едические времена, в едические времена, домашние животные, ну, они очень редко были, домашние животные, которые находили, они были домашние животные, но им было отведено определённое место нахождения, да. Значит, скажем, приусадебный участок, вот там было место оно было дома все то же самое оно не находилось дома оно не прыгало к нам в постель и не лизало нас после того как она полежит свои соответственно еще некоторые органы понимаете вот собака она любит лизать понимаете вначале лежит одно потом лежит другое ну а нам то чего мы же не знаем что там она вначале там полизала потом вас полизала потом деток полизала ваших и так далее ну нормально нормально человек сегодня живет в Калиюге живет деградирует наше общество резко вот резко вниз но зато ему это очень приятно понимаете никто не лижет а собачка лижет да как в том анекдоте Брежнев с Тодором Живковым когда на пляже в армии они лежат вот и собачка подбежала и начала Брежнева зад он выражил но Тодору это слишком простите конечно тень Брежнева и Тодора Живкова вот ну а что не так так да а вот вы представляете в ведическое время да вот смотрите вообще в теле животного очень классно находиться смотрите туалеты искать не надо правильно тут бегает бегает товарищи товарищи а где тут туалет товарищи ох товарищи так вот туалеты ей собачки искать не надо удобно понимаете вот в любом месте и он так смотрит а ты хозяин подбери-ка за мной понимаете подбирай и ему так приятно приятно вот они вообще сейчас поменялись местами уже у собак наборников нет у людей есть все наоборот получилось все классно все идет прямо как задумано творцом понимаете вот дальше собачки захотелось получить удовольствие это не то как допустим у Жванецкого было значит даму завоевать очень легко вот наша женщина наша дама вот дал ей 3 рубля на трамвае прокатил твоя а вот у них у собачек и этого не надо не надо никаких 3 рублей значит вот она захотела и прямо тут же и так сказать и мы наблюдающую вот спрашивает человек макер неужели у вас ничего не дрогнет когда вы видите и вот вы наблюдаете картину собакупления вот этих собачек прямо на улице в людном месте неужели друзья у вас ничего не дрогнет вот эта дама которая спрашивает и вот спрашивает себя человек и он наблюдает за собой интересно дрогнет или не дрогнет и он с удивлением наблюдает как его организм начинает дрожать организм от слова орган вот ну и начинается естественная реакция организма очень удобно вот то есть в теле животного как бы удобно очень быть никто не задумывался не задумайтесь друзья потому что получить не так сложно вот очень удобно будет так вот физические времена странные люди жили вы представляете вот сегодня собачка она как вот ей захотелось поесть она пошла на кухню раз на стол и оттуда все в лакай там все вот это пробует салат и оливье там все слушайте к новому году и собачки же рядом вы же никуда не угоните холодно зима понимаете и она на столе рядом с вами вот можно стульчик там специальный собачий поставить рядышком да вот санфеточку слюнявчик там я знаю вот так люди так делают что разве нет делаем так вот представьте себе странные люди же лимитические времена если не дай бог собака посмотрит на еду посмотрит и не надо никуда вскакивать ни на какие столы и не надо ничего делать и надо всю улицу посмотреть на еду и вся еда выбрасывалась напрочь а сегодня как то есть еда считалась оскверненной когда собака на нее посмотрел те ценности духовные которые были основополагающими скажем в ведическом обществе сегодня полностью уничтожены их никто не берет в расчет зато у нас есть такое понятие ничего не дрогнет у вас майкл причем я даю информацию дрогнет этих бездомных собачек и кошечек конечно очень приятно взять и очень приятно иметь у себя но мы же ими пользуемся понимаете они снимают у нас напряжение положите кошку себе куда-то на одно место и сразу у вас все пройдет или наоборот все не пройдет может наоборот все будет вот положите кошки снимает то есть мы берем этого самого домашнего животного и пользуемся им вот и некоторые делают его своим ребенком вот они так наслаждаются понимаете а если мы допустим что это домашнее животное я в прошлой передаче сказал информации еще раз это не значит что я занимаюсь гнусной пропагандой и чморю этих бедных кошечек или собачек у нас есть люди мои хорошие знакомые они работают в шелтере понимаете они работают на работе после работы они бегут не домой за телевизор или за газету или за интернет а они бегут в шелтер для собак и там они ухаживают за собаками и вам мосят шить вот и так далее ну вы вначале вместо того чтобы вот эту болтовню вот эту ерунду писать ну вот возьмите и сделайте пойдите туда организуйте шелтер я говорил я говорил вчера о благотворительном фонде понимаете для больных для помощи и расскажите мне что из этого из этого вместо того что ну конечно таких очень и очень мало но все же они есть мне хотелось бы дорогие друзьяшки вы обратили внимание на этот момент и понимание того что есть информация что есть эмоции потому что смотрите эмоции какие есть понятие жалость птичку жалко есть понятие милосердия они очень близки по своему пониманию для многих близких хотя они имеют различия причем некоторые очень серьезные милосердие есть сострадание так вот сострадание и милосердие очень близки но сострадание жалость это разное понятие но сострадание и милосердие то есть что такое сострадание вы хотите пострадать вы хотите вместе вот она страдает птичка и вы хотите вместе с ней пострадать Мы сострадаем. А почему тогда, что такое страдание? Почему человек страдает, в конце концов? Ему надо сочувствовать, что он страдает. Ну, наверное, надо. Но ведь страдание-то он получил сам по себе. Но мы этого не знаем. Вот эта информация, которую вам, многим, нам, надо было знать. Я точно то же самое думал, точно так же считал до того момента, как она не начала заниматься изучением вот этих вещей, всех вещей. Бывав на Востоке, в частности. Мне там очень многие вещи объяснили. Но если мы там не были никогда и не берём, и мыслим только нашим западным образом, мысли о чёме там, с ума посходили все на Востоке? Ну, половина земного шара есть в Восток, правильно? Ну, две половинки у нас есть. Или как? Или у нас 4, 5, 9, 10, там, 899, 9 сотых. Это только запад? А они там больные все на Востоке. А в чём они жить? Так по-другому они считают. Почему? Ну, так чтобы сравнивать какие-то вещи, ну, так надо быть хотя бы и тут специалистом, и там специалистом. Понимаете? Потому что огромное количество факторов зависит от того, почему человек заболел. Есть энергетическое, уважаемый Геннадий Лобанов, целительство, а есть духовное целительство? Вы в курсе про духовное целительство? Есть такое понятие духовное целительство. Что, откуда идёт? Надо быть специалистом, наверное, и там, и там. Это не вопрос к вам, и тем более не какой-то там, скажем, провокационный вопрос. Нет, это просто реальность. Но что, мы настолько сведущие во всех этих делах, что мы можем сказать о том, что мы и там специалисты, а заодно мы ещё и доктора. А что, надо всех докторов выгнать, отменить, потому что они нихрена, простите, не знают, как это так. То есть мы сейчас будем всех лечить энергетически, духовно, а он умрёт от абсцесса какого-то. Правильно? Потому что, оказывается, надо, понимаете, соблюдать Божьи законы. Но, может, вначале мы его как-то вылечим, может, вначале, может быть, может быть, только повторяю, подумаем, дать ли ему вакцину, может, она ему поможет, как бы она не убивала всех остальных. Вас, простите, она убила, уважаемая вот эта дама, которую я написала? Но вас же ещё никто не убивал. Откуда же вы знаете? А может, эта вакцина была тем самым орудием в руках правосудия Божьего, высшего правосудия, которое человек сделал, и никому другому бы оно не повредило. А что такое, допустим, добавки, вот эти вот биологические добавки? А что это такое? Ну, почему девять десятых людей, они никогда не убивают ничего? А почему кого-то они убивают, например? Вот тут один. Почему? Ну, почему? Ну, потому что у них организм невосприимчивый. Или, может быть, надо задуматься, потому что положено им было так. Ну, положено. Но бывает такое, понимаете? Откуда вы знаете? Почему вы? Мы все-таки, все знаете о том, что мы определяем, кому жить, кому не жить. Кто прав, кто не прав. Расскажите, почему? Но надо иметь информацию. Это не знание. Вся информация, которая у нас в башках, извините, это только интеллектуальная информация. Это нету, ничего здесь нету. Это полный гарбич. Вы же посмотрите, почитайте книги. Там же написано, все то, что мы считаем у нас ум, это гарбич. Какой ум, если мы его используем только на 4% официально по науке? Ну, какой ум? Значит, что есть? В 4% мы его используем, а где 96? Значит, 96 это гарбич? Это много или мало 96% грязи и 4% чего-то чистого. Вы скажете, это много или мало? Нет. Мы, опираясь на наше интеллектуальное знание, информацию, позволяем себе судить. Позволяем себе опошлять. Позволяем себе гадости, грубости. Кому это надо, расскажите. Тем более, в период затмения, которое начинается совсем скоро. Вот. И в период тот, когда у нас не работает YouTube. Если кто-то напишет, да? Может, заработает. Доброго времени суток. Ну, хорошо, хоть кто-то. Я благодарен всем, кто хоть здесь. Я смотрю, 17 человек у нас в Facebook. Это значительно много. 17 человек. Не работает YouTube, а здесь было еще 300 человек. Вот. Я не знаю, что произошло с YouTube. Проделки затмения. Но такого никогда, как вы знаете, не было. К сожалению. И ничего не подготовлено. Понимаете? Вот. Бокапа нет. Вот так человек живет на авось. Понимаете? Авось ничего не произойдет. Авось страшилки, и оно ничего не будет. Ну, как можно сказать, что ничего не будет? Для вас ничего не будет. Значит, а после меня хоть поток? А вокруг меня никого живых людей нету? А люди, которые рядом со мной погибли в этот момент, у них что? Затмение не наступило? Сколько людей вокруг умирает? Причем тут ковид, объясните. Да ни при чем он вообще. При мне лет, не знаю, 15-18 назад, это когда я еще занимался вот этими самыми дистрибьюторскими делами, там был подписан в компанию, классная компания, кстати, я и сегодня в ней нахожусь, ну, как потребитель, правда. Вот мой один знакомый, молодой человек, у него, она открыла себе аптеку, я уже когда-то рассказывал, в Чикаго, зеленая аптека называлась. Ну, и там препараты, вот эти добавки стояли, люди покупали. И вдруг одна бабулька, значит, пришла и купила чай. Она себя очень плохо чувствовала. У нее уже была онкология, да, в то время. Ну, вот, ну, каждый человек за соломинку хватается, так, и все нормально, она пришла и купила чай, совершенно безвредный, который пьют звезды, звезды Голливуда, российские звезды, многие пили это. Всем известная вещь, ну, как все, относительно всем. Ну, очень серьезная штука. Вот. И она купила чай, и потом начала всем рассказывать. У меня от чая рак начался. Ну, тоже не знаю, что такое рак вообще. У меня от чая начался рак. И она начала всем подряд рассказывать. И все об этом говорили. И начали газеты писать. Об этом. Вот представляете, что происходит? Продают какие-то... Вот это вот называется пропаганда, гнусная вещь. Понимаете, как? Все. Ну, тут нет проблем. Человек не ведает, что творит. Это все от незнания, от безграмотности, от невежества. Мы все сегодня находимся в этих энергиях, к сожалению, для всех нас. Но если мы все прекратим друг с другом спорить и аргументировать непонятно чем, аргументом, да. А чем ты аргументируешь? Аргументом. Аргументирую. Понимаете. Вот. А милость... Была такая братья Вайнера, да? Эра милосердия. Да, у них была. Эра милосердия не наступила. Она наступит еще очень нескоро. Пока мы все не возьмемся за ум. Но прежде чем возьмемся за ум, очень многие из нас уйдут, к сожалению. И то, чем... О чем здесь идет речь в этих программах? Именно об этом. О чем вы думаете, мне больше нечего сделать, чтобы вставать в 3, 3.30, 4 утра и вот об этом рассказывать? или я хочу оправдаться как-то? Вы думаете, мне это надо? Поверите, нет. Я очень сожалею. Сожалею не о том, что тут написано, а я сожалею о том, что люди так считают. Они же себя берут напрочь, разбивают такими вещами. и жизнь и реагируют они так. Вот и все. Для этого надо изучать вещи. Для этого надо читать книги, разные книги, источники. Для этого надо забрать у себя желание самовыразиться. Это никому не надо. Выставиться. Зачем приходить в чат и начинать всем рассказывать, как надо решать те или иные вопросы? Вас же спрашивают. Вот вас спрашивают, тогда вы ответите. Вас попросят помочь. Помогайте, если вас не просят. Но зачем? Ну понятно, что есть люди благородные, о нем надо, кто спорит. Но есть обратная сторона медали. Догнать человека и причинить ему добро. Он вам причинит обратное вот это добро, только недобро это вернется. Такой вариант может быть? Может быть. Как его вычислить? Вот так его и вычислить. Значит, надо все делать. Так надо делать, но по-другому. Смысл? Да, делать надо. Обязательно. Обязательно надо давать добро, творить добро. Обязательно надо бездомных, безработных. Да, надо помогать. Но надо, чтобы и он понял. И кошечка это поняла вместе с собачкой. И чтобы вы самое главное понимали о том, что же происходит, кто мы есть. Потому что в следующий раз, ну, представьте, не дай бог, в следующий раз, мы же этого не будем помнить. Правильно? Когда мы будем вот этими кошечками. Мы ими были. И мы будем ими, если будем вести жизнь. Мы ими были. Элементарно. Просто надо зайти, ну, как элементарно. Ну, теоретически элементарно. Это надо зайти и просмотреть в нашей жизни, кем мы были. И камнями мы были, и деревьями мы были, и полубогами, ну, что самое интересное, были. Ангелами мы тоже были. Были, но мы деградировали и упали. У меня информации здесь огромное количество. Я не люблю читать, понимаете. Я люблю общаться. Включили? Серьезно? Простите, я даже не видел. Включили интер... Да что вы говорите? Сейчас я посмотрю. Да. Ну, слава богу. Значит, что включили? Я не знаю теперь, что делать. Ребята, посоветуйте. Гена, посоветуй, что я хочу. Я не знаю, честно. Вот, программа прошла сколько времени? 43 минуты, да? А что теперь делать? Как ее, эту программу, загрузить? Обратно, чтобы в YouTube она была? Ну, все-таки важная тема, наверное, мы рассматривали, да, здесь. я надеюсь. Ну, дайте хоть обратную связь. 13 человек, я вижу, смотрят. Ну, хоть напишите, как. Может, я что-то не понимаю сам, может, что-то по-другому вы считаете. очень много действительно информации. Ну, кто-нибудь? Напишите? Продолжать тут, потом загрузишь. Ну, я попробую, я не знаю, как. Ну, собственно, продолжать-то нечего продолжать. Я могу сказать о том, что у нас очень много интересных сегодня две программы. Одна начнется где-то в районе часа, чуть меньше часа остается. А это будет интересная программа, очень рекомендую. Геннадий, может, ты не знаешь, есть у нас такая Альяна, очень рекомендую. Потрясающая одна программа, и будет у нас программа, очень интересная программа, будет в 10 часов, это в 19 часов по Москве. Программа София Бланк и Майя Горина. Майя Горина, она уже очень пожилая дама, ну, боевая. Вот. И она будет очень интересные вещи рассказывать. Она так, очень серьезный эзотерик, очень серьезный. ведущий там многих журналов и так далее. Поэтому книгу написала вот недавно ученый, кстати, она сама имеет ученую степень, по-моему, кандидат, я не помню, технический, но не знаю, не помню. Вот. Поэтому вот две такие программы будут. Дорогие друзья, давайте я с вами попрощаюсь, я попробую загрузить на YouTube, если получится. И мы встретимся через 55 примерно. Все, благодарю.